здрасте андрей андрей скоро времени хочу заново стать человеком действий к год не могу узнать себя все вокруг меняется мое отношение к этому нейтральное ощущение чего-то жду и что-то мне останавливать начинаю делать практики по астральной энергии другие через неделю забывают делать смогу ли я попасть вам на марафон 20 ступеней духовного роста для работы с собой да будет ли использоваться марафоне гипноз чтобы начать действовать да что заставляет человека действовать я хочу вам сказать нас заставляет действовать виденье или постановка мотивационных задач то есть когда человек не хочет ради себя действовать то у него появляется тяжелейшие заболевания ради которого он хочет действовать вот знаете я когда-то говорил одному мужчине он говорит я лежу уже много лет моя жена от меня ушла и ничего в жизни я не хочу делать и вдруг через какой то он такой полный стал и через какое-то время я когда мы с ним встречались а это было в спортзале я ему говорю занимались восточными единоборствами вместе ему говорю послушай его гена звали я говорю послушайте гена вот когда вы влюбитесь какую-нибудь тетю то тогда вы будете бегать как ужаленный и она нальет вам за шиворот жира горячего и вы будете так мотивированы в своей жизни как никогда и проходит время я его долгое время не видел мы случайно с ним видимся здравствуйте андрей андреевич игры здрасте геннадий он говорит я решил и читать семинары и там раньше занимался банковской безопасностью и там открыл компанию по безопасности и я занимаюсь еще вот этим открыла эту компанию говорю вас у дети родились он говорит нет я два года живу с молодой девушкой она меньше меня на 14 лет и мне теперь у меня столько мотивации я хочу жить я хочу что-то делать она меня любит а я хочу для нее чтобы у нее в жизни было так у меня однокомнатная дети дети видишь тебя появилась мотивация и тут женщина допустим она может сказать андрей андреевич но мне ничего не мотивирует мне ничего не хочется не ради чего но в случае если вас ничего не мотивирует то начните на кого-то злиться начните злиться на себя начните фанатично к чему-то стремится или начните жить ради детей эти все компоненты это построение как бы безысходной мотивации либо вас ждет процесс когда вы заболеете и после этого вам придется лечиться находить деньги и тогда включится мотивация к жизни вы вновь захотите жить нельзя быть а по абиссивным нельзя быть вот таким фрегидным нельзя быть полностью ригидным таким нельзя быть полностью нейтральным человек должен иметь еще задачи человек должен злиться человек должен фанатично что-то делать жизни человек должен если вам ничего не хочется вышивайте танцуйте заставляйте себя старайтесь максимально реализоваться делайте это во имя своей жизни во имя того чтобы прожить сколько он там лет там 50 чтобы прожить до 100 можно фанатично заниматься зожим можно там приседать можно там травки ходить искать можно быть замороченным человеком фанатиком можно верить и вера может быть фанатичны это все заставляет человека не мотивирует человека жить по-другому спасать можно кого-нибудь можно вообще не стоит жить так потому что такая жизнь ригид на фрегидная она может привести человека к появлению неприятностей такие появления неприятностей это разумный процесс который создан в эволюции человеческого существования чтобы заставить человека шевелиться вот смотрите как все равно все работает работает по системе расширения и по системе сужения вот допустим муж жена там живет детки и все взрослые уже и так далее детки там сами по себе мама сама по себе когда хочет кто хочет там приходит на кухню кушает муж там играет в там в приставку дети играются муж женой не общается друг на друга обижаются все как бы двигаются от семьи которая является центром в разные стороны от семьи то есть у всех в разные стороны то есть они в дальнейшем там сходил на работу пришел и может жену не видеть она пришла и и там может детей не видеть и так далее они как в общежитии живут пришли помылись оделись ушли зарабатывать там в одну кассу дай бог сложили деньги пошли там один раз купили какую-то еду ну и самое лучшее могли там там где-то один раз в год выехать на шашлыки и так далее ну и там дни рождения уже не празднуют и так далее семья плавно расходятся друг от друга начинаются обвинения потому что на самом деле каждый хочет внимание а внимание друг другу не дают потому что у у каждого амбициозность у каждого самомнения тот должен извиниться нет он должен извиниться и уже потом со временем обзывают друг друга там та сама такая сама такая я сказал ты сказала и так далее и уже потом не найдешь ни правых не виноватых так семьи становятся не интересны друг другу дети не к детям только претензий к мужу только претензии у женщины одна радость это объедаться у мужчины выпить дети там как хотят так и живут никто за ними не смотрят это в большинстве своем именно так и происходит после этого вдруг случается неприятность она случается там с ребенком там наркотики или там попал в историю какую-то ли мама заболела и так далее или там неприятности какие-то связанные с законом и так далее и после этого все вместе вокруг этой неприятности вдруг сплачиваются и тут становится понятным что все друг для друга дороги и что все друг другу нужны и что все друг друга любят и что можно простить все абсолютно все что было до этого ради того чтобы вытянуть или спасти или помочь этого этому человеку оказывается любовь там все-таки было так а зачем дотягивать до этого состояния если можно решить это вот буквально сегодня любая семья в которой друг друга ненавидят которые оттягивают ну как бы расширяются и там не видят друг друг не общается друг с другом не обращать друг на друга внимание гладят не говорят хороших слов не говорят приятных и красивых слов не заботятся друг о друге неминуемо в этих семьях случаются неприятности неминуемо это гарантированно на сто процентов эти неприятности они должны эту семью либо соединить либо разорвать таким образом зачем этим неприятностям появляться если можно в семье получать радость от проживания в семье